Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром.ру Что отмечаем? Нет, ничего не отмечаем. Это брейншторм, монговый штурм по-нашему. Разрабатываем новое покрытие дорог. С проститотками? А секретарша? Азиатка и негритовка? Лучшие заграничные умы. Ну тогда договор, пожалуйста, предоставьте. А непременно. Как только придут встательный срок, мы сразу заключим с ними договор. Ясно. Что это за дорожки? Это не дорожки, это двойная сплошная. Да откуда у вас наркотики, я спрашиваю. А это лекарство, Петрович заболел. Ну ладно, проверим сейчас. Ага. Будь здоров. Спасибо. Тебе спасибо. Ремонт дорог производите через подставную ферму. Не может быть. Ферма хорошая, проверенная, принадлежит лично, чуть мне не сказал, принадлежит Армену, хочу турить. Нет такого человека. Уже нет? Да и никогда не было. Это что получается, Степан, сейчас наказать даже некого, да? Ну это... Незадача. Незадача, как разбираться-то будете, мужики? Да без вас разберемся. Откуда у вас Porsche Cayenne? Жена подарила. Подарила тачку за 12 миллионов рублей? Любит меня. Святая женщина, да она. Откуда у нее такие деньги, я спрашиваю? На автокредит. Автокредит? Бедолага. Потратили 12 миллионов рублей на уборку снега. Возможно. В июне, в прошлом году. Аномальный снег, выпил в Качеве в июне. Послушайте, послушайте, что он вам что скажет. Да, соответственно, доказательств никаких нету, было жарко, все растаяло. Какие? Конечно, было, я помню. Вот, свидетель, кстати, было дело. На 23 февраля устроили корпоратив стоимостью 9 миллионов рублей. А вот тут вот извините. Так. Не все деньги из госбюджета, девчонки тоже скинулись. Сколько из бюджета потратили? 500 рублей. А, 500 рублей. У нас дружный коллектив, женщины нас очень любят, да? Пропал ваш бухгалтер, Людмила Васильевна. Интересная была женщина, да такая, упертая, стойкая. Все время она на своем стояла. Да, много информации и важной с собой унесла. А что вы ее хороните, она может жива? Ой, это вы. Да типун вам на язык, конечно, ошибает. Конечно, конечно, за нее полочки держим. Ну, держим, но самое главное, идите ее. Да, и мы, место стоит, конечно. Место стоит, уехала, ничего не сказала. Я устрою, все на работу страны, конечно. При строительство моста выявлено многочисленные нарушения. Согласен, вот здесь я полностью согласен, надо будет все переделать. Так это же опять затраты. Бешеные деньги, бешеные деньжищи опять пройдут через нашу фирму. Ну, а что делать, ради народа не жалко, мы сделаем этот раз, надеюсь природа нас не подведет, все по уму, асфальт не в лужи положим, сделаем все как полагается. Да, ну а что, ну в России, сами понимаете, погода всегда аномальная. Ну, понимаем, понимаем. Тут и мост можно криво сделать. Никто не спорит, да. А это у вас что за деньги? А эти-то, да вы что, это-то, это государственный кэшбэк, это же новая книжка у нас. Да, государство, ты что, сейчас деньги подряд, чеку на среде задаешь, он тебе половину обратно возвращает. Все законно. Все законно, все банки так делают. Конечно. А мы чем хуже? Экономия. Ну ладно, вроде у вас все чисто, докопаться не до чего, извините за беспокойство. Ничего, ничего, мы потерпим ради народа. У нас работа такая, терпеть ради народа. Кто, если не мы?